Передвигаясь на лесопеде от города Римс в сторону форта Дуля Пумпелля, где находится экспозиция, в том числе посвященная нашему русскому экспедиционному корпусу, который, я надеюсь, залицезреть, я проголодался и решил заехать здесь по дороге. Я вижу ресторанчик. Называется он Святой Леонард. Стоит обед 14.50 евро. Французы это называют словом меню, небезызвестно нам, либо формюль и так далее. Если вы хотите что-то уже из меню по-нашему, то это называется а-ля-карте. 14.50 это, в общем-то, чуть больше, чем дофига, если переводить на наши столовские деньги. Но в эти 14.50 входит ант-хай. Ант-хай это некая закусон. Некая закусон, да, я уже начинаю немножко по-французски выражаться. Некий закусончик. Здесь причем это буфет, где вы можете набрать сколько хотите. Затем идет самое главное блюдо, это пля. Потом сюда входит еще обязательно десерт. И четверть бутылки вина, это два стакана. В Париже вы за такое удовольствие заплатите, ну, я думаю, где-то от 26 до 32 евро. Здесь же вот такие вот цены. Естественно, прислуга нифига не работает с английским языком, ничего не понимает. Поэтому изъясняться надо, конечно же, на французском. Ну, и вообще, чтобы понять, что они там тебе предлагают. Предлагают они все очень вкусно, безусловно. Поэтому знание иностранных языков крайне пригождается. Но о чем бы в данный момент хотелось бы сказать? О том, к какому выводу неожиданному мы тут пришли с коллегой Жанной, у которой я периодически останавливаюсь, когда приезжаю в Париж. Почему французы, которые едят чуть больше, чем до хрена, на самом деле, все вот эти вот багеты, да, все такое жирное, вот они очень любят мясо, шаркутри, то, что называется, всякие там колбаски, ветчинки и прочее, 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 паштеты. Почему они сами не жирные? Ну, то есть, есть толстычки, безусловно, они такие жипчики, жипчики бегают. Так вот, на самом деле, вывод такой неожиданный вдруг возник, это потому, что они едят все, ну, вот, согласно режиму дня. То есть, я-то изначально предполагал, что они вина, а дофига пьют, и это все расщепляет. Но вот действительно, наверное, режим им помогает. Действительно, француз, он, ну, классический француз, да, сейчас понятное делает, и тут популярен ЗОЖ, там, БИО, ШМИО и все такое прочее. Француз, он вскакивает, выпивает чашку кофе, съедает какой-нибудь там куассан или кусок булки с маслом, что, как вы понимаете, крайне полезно вообще с утра, да, для организма. И все, и вот это у него завтрак. Затем он уже где-то в 12 час дня уже голодный, как волк, и, соответственно, они вот прямо, знаете, как по команде, как в армии все встают и идут есть. Едят они очень много, они это все запивают вином, я это наблюдал неоднократно, да, когда клерки распивают, но и потом возвращаются в офис, не работают. Я сейчас выпил два бокала вина и почувствовал то, что один из моих экскурсантов в данной группе, который я расстался, с которым я расстался вчера, назвал легкое поглаживание верхней коры головного мозга. Мне это очень понравилось, да, то есть это такая первая степень опьянения, которая наступает, когда ты давно не пьешь, а я не пью практически. Но здесь, во Франции, естественно, я выпил вина и съел десерт и этих булок сожрал, ну, потому что это просто нереально. И вот этот вот режим, который у них вот обед, а потом у них точно так же вот 7 часов, это у них святое время, это ужин. Вот этот режим, который они соблюдают, скорее всего, возможно, помогает им вот быть в форме, поэтому смотришь на них и, честно говоря, завидуешь. Сколько всего можно потребить и оставаться вполне себе норм. Хорошо, что я вот с этой штукой, я и так уже накрутил дофига, но сейчас буду еще дальше крутить, но на самом деле это все равно, конечно, не растратит всего того калорийного запаса и всего того урона, который я нанес ему организму, съев этот обед. А я, так сказать, обожрался, то есть поэтому велосипед сейчас более чем в тему. В конце, уже с нескольких берегов, хотелось бы отметить еще несколько моментов. Например, десерт. Что такое десерт во Франции? Это священное, священное действие. Без него, как я уже не раз рассказывал, в одном из фильмов с Депардье есть такая фраза, что десерт, обед без десерта, как уикенд без бабы. Людины салан десерта, как уикенд салананан. Нана это, ну, такое типа бабенка, телка, что-то в этом роде в нашем контексте. В общем, обед я заказал себе после обеда тахту пом. Это такой традиционный сладкий закусун во Франции, яблочный пирог. Ну, ты сразу же делаешь заказ, как правило. Они очень удивляются, на самом деле, если ты заказываешь без десерта. Ну, как, очень если такие классические, уже приученные к этой теме месье, гарсон нельзя там говорить. Месье, как правило, хотя встречаются уже и девушки, но в основном это мужская профессия во Франции, официант. И в конце обеда она пришла ко мне, эта женщина, и она чуть ли не на колени не встала и сказала, месье, вот, ну, закончился вот с яблоками, возьмите пирог со сливой. Я сказал, окей. И она извинялась так, что я вдруг понял, что если бы я был, например, классическим французом, то, ну, конечно, истерику я бы не закатил, но дал бы ей понять, что что это у вас за заведение такое, когда я заказываю свой любимый десерт, а его нет. Ну, и сама вообще вот эта кулинарная тема, я уже заикался об этом, да и вы наверняка знаете все, вот, например, эти Мишленовские звезды, откуда пошли. Она, ну, во-первых, она состязательна во Франции, там постоянно проводятся какие-то конкурсы, есть отдельные телешоу, значит, издания, книги, интернет-ресурсы и так далее. И все это имеет, на самом деле, глубокие корни. Самым известным, конечно, во Франции историческим персонажем является Франсуа Ватель. Это повар, который работал сначала у Франсуа Фуке. Фуке – это был такой очень удачный казнократ эпохи Людовика XIII, который, ну, я не знаю, не разворовал разве что личные покои короля. И он на эти деньги построил много всего, например, знаменитое поместье Воле-Виконт, потом он себе устроил настоящую крепость на острове Бель-Иль, она так и называется, красивый остров. И когда к власти пришел Людовик XIV, то ему уже тогда говорили, что, ну, не надо верить отчетам этого Фуке. У Людовика XIV был уже новый контролер, его звали Кальбер. Собственно, это человек, благодаря которому Людовик XIV осуществлял все свои затеи. То есть Кальбер там как мог сводил концы с концами, потому что Людовик XIV был тот еще транжира. Фуке, в общем-то, пострадал за все свои прегрешения. Людовик XIV, когда приехал на празднество, которое было устроено в его честь, ну, малость прифигел, потому что там, например, была золотая и серебряная посуда. А даже при королевском дворе ее в таком количестве не наблюдалось. И, в общем, в итоге Фуке арестовали. Был суд, и сначала суд приговорил его к изгнанию, но Людовик XIV настоял на том, чтобы его заключили под стражу безвыездно. Арестовывал его, кстати, господин Д'Артаньян, но не герой Дюма, а вот тот самый настоящий Д'Артаньян, потому что он на самом деле был человеком эпохи Людовика XIV, а не Людовика XIII. Но не суть. И, в общем, вот Фуке просидел в этом замке, и он стал одним, ну, скажем, из прототипов железной маски. По крайней мере, находили разные слухи на этот счет, потому что у него был очень строгий режим содержания, ему запрещали даже писать. В общем, все такое. А затем Франсуа в отель перешел к принцу Канде опальному, и принц Канде тоже, желая, так сказать, как-то реанимировать себя перед Людовиком XIV, закатил его уже в своем поместье пир, и это был пост, и рыба не поспевала, рыба не поспевала к столу, ну, так казалось в отелю, и он в отчаянии, не снеся позора, бросился на шпагу, и, в общем-то, таким образом покончил с собой. На самом деле, рыба приехала, потому что он, подстраховавшись, заказал ее сразу в двух портах. И с тех пор в отель это вот такой эталон французского повара, который там приводится всем в пример, он придумал специальный такой сладкий мусс, называется Шинти, как раз по названию замка. Ну, поэтому можете себе представить, что такое, в общем-то, обед, ужин и десерт для среднестатистического француза. И в этот раз у нас было несколько, опять, очень показательных ситуаций. В кафе рядом с Эйфелевой башней мы зашли, там был очень бойкий такой, значит, официант, шутки-прибаутки на английском и даже на русском. Русские, русские, да. И потом у меня экскурсанты начали выяснять, откуда он это все знает. Он сказал, что это просто, ну, вот, туристы приходили из России, его научили каким-то фразам, а дальше вот реально все как по задорному. Он сказал, что, ну, вот, было одно, одно слово, которое он не понимал, до сих пор не может понять, это слово звучит как «тагил». Ну, мы решили, может быть, всех остальных официантов научить этому замечательному слову «тагил». И продолжается эпопея с какой-то непроглядной тупостью французских официантов, особенно молодых. То есть они, ну, вот, реально, они тебе, они тебя обсчитывают, они тебе приносят не то, что ты заказал. И сначала мне казалось, что они, ну, вот, таким образом пытаются сделать там себе какой-то барыж. Но потом в разговоре, так сказать, с местными уже аборигенами русскоязычными выяснилось, что нет, они реально тупые. То есть вот с нами была там тоже, ходила периодически девушка, которая там живет, она говорит, нет-нет-нет, они не стараются тебя обмануть, они просто тупые. И когда ты ему указываешь, что миссио, ну, вот, посмотрите, ну, вы же, как бы, это, неправильно посчитали, потому что я заказывал там, если так, такое понятие, формула, да, вот, то, о чем я говорил. То есть это, ну, некий аналог, аналог, еще раз хочу сказать, бизнес-ланча. И туда может входить либо блюдо с кофе, либо там антре, там, блюдо и кофе. И, как правило, это стоит какую-то фиксированную сумму. Во Франции есть такая тема, кстати, я вам очень рекомендую, называется она «Кафе гурман». Кофе по-гурмански. Это, как правило, кофе, причем можно его заказать как кофе, так и, в общем-то, «Кафе оле», это кофе с молоком. И тебе приносят еще несколько таких вкусняшек, десертов. То есть, на самом деле, ты получаешь все удовольствие сразу, и оно вот очень часто входит в формулу. Я заказал его в формулу, он мне посчитал отдельно, я ему говорю, «Месье, ну, вы же, как бы, неправильно посчитали». Он начал гнать на то, что, ну, это вот у нас формула до 13.30, а мы пришли раньше 13.30. Я, как бы, этому поразился, но он сказал, «Ладно, я пересчитаю». Пересчитал в итоге, он пересчитал так, что теперь на этот раз не посчитал одно из блюд, который мы заказали. Мы ему за это заплатили, и даже все равно я ему оставил чаевые, но я вот такой человек, и, знаете, я очень неправильный, я всем таксистам в Яндексе ставлю всегда 5 баллов, как бы меня не отвезли и так далее, и тому подобное. Но это чисто мои, как бы, приколы и тараканы. Я вот таким образом улучшаю мировую карму. Но мне казалось действительно, что меня таким образом пытаются наколоть. Нет, вот выяснилось, что молодое поколение французов, оно, ну, просто не умеет иногда считать. Еще мне сказали, что, а если ты вот ему даешь какие-нибудь деньги, ну, и как у нас там сверху, там, какую-нибудь мелочь, чтобы тебе выдали там ровную сумму, там, я не знаю, там, 10 евро, например, то вот тут у них вообще начинается полный коллапс. Надо сказать, что в этом отношении пока что наши, ну, они все-таки пошустрее и посообразительнее. Ну, понятно, что тупых есть везде, там, я не знаю, в комментарии взгляните, да. Но вот меня этот момент крайне удивил. Еще во Франции до сих пор продолжается кризис. Дело в том, что французы реально стали есть меньше хлеба. Это все происходит на волне вот этих всех ЗОЖ заморочек, опять-таки, вот этих магазинов ЭКО, где, кстати, как выясняется, некоторые продукты даже дешевле, чем в обыкновенных сетях. И вот я еще несколько лет назад видел компанию социальную «Манж Дю Пан», это значит «Ешьте хлеб», то есть вот прикиньте, да, «Ешьте хлеб». Это понятно, что компания в поддержку местных фермеров, но, тем не менее, хлеба они стали есть меньше. Зато вот вина они меньше пить, я думаю, не стали. Поэтому французская кухня по-прежнему делится как бы на две категории. Есть некая кухня, которую потребляют они сами, хотя я уже перестал замечать эту границу. Есть чисто туристическая тема, которая, как правило, не дешевая, не всегда вкусная и очень часто тебе приносят, ну, просто реально маленькие порции. Но во Франции вас всегда спасет три вещи. Это багет, сыр и вино. Вот это никогда не испортится, это вечно, это вкусно. И вот в таком вот сочетании оно даже, ну, как мне показалось в этот раз, не шибко-то и влияет на ваше здоровье и состояние вашей фигуры. Поэтому напоминаю, что в конце января мы снова едем в Париж. В конце января там всегда хорошая погода, листочки на деревьях, велосипеды на улицах и так далее и тому подобное. 19 октября мы едем в Вену, в ноябре мы едем в Берлин и в марте 2021 года мы едем в Прагу. А 16 февраля в Москве экскурсия по Знаменке, 22 февраля там лекция Ники и Малечка, мифы и факты про Матильду Кшесинскую и Николая II. А 1 марта в Петербурге знаковая экскурсия, потому что 1 марта 1881 года народовольцы грохнули Александра II. Ну и, в общем-то, это уже у меня классика жанра. Как и что это было, вы узнаете, если придете 1 марта на мою экскурсию в Петербурге. 2-4 мая у нас тур в Питер и уже многие пишут, спрашивают, когда тур в Нижний Новгород. Я назначил его на начало июня, но, скорее всего, он сдвинется на вторую половину лета. Тем не менее, если интересно, пишите, вышли все подробности. На этом все, приятного вам аппетита. В следующий раз обязательно расскажу вам, давно уже к этому шел, про сравнительный анализ турников и бассейнов в России и Европе, ну и, конечно же, в основном во Франции, потому что накопился у меня уже немалый опыт в этой, собственно, области. Ну и вообще, в принципе, задавайте мне вопросы, что вам интересно, потому что я стараюсь шибко-то на эти темы не рассуждать, потому что в интернете уже есть все. И выбирайте все-таки такие моменты, которые лично я познал и которые мне, собственно, имеет смысл до вас донести. На этом все. Пока. Комментарии вот туда.